Добрый вечер, дорогие уважаемые зрители! Приветствую вас на концерте вокального коллектива Лира Центрального Дома Учёвых. Наш концерт называется «Мы желаем счастья вам». Надо сказать, что живём и довелось нам жить в сложное и непростое такое время. Казалось бы, 21 век, а сколько на земле горя. Говорят, что счастье и отсутствие несчастья. Мы желаем вам, чтобы счастье было всегда с вами. Я сегодня ехала сюда по дороге, читала стихи, мне попался такой тип небольшой. Так устроена жизнь, время быстро идёт, и с годами идёт всё быстрее. Но по-прежнему солнце над миром встаёт, чтобы стало на сердце теплее. Ну, написано, что автор Кулакова, Наталья. Спасибо ей. Ну, начнём концерт. Так, прошу выключить мобильный телефон, и, как всегда, ввести концерт доверенно мне. Но я Лариса Нагульская. Пётр Ильич Чайковский. На слова Алексея Константиновича Толстого. То было ранее весной. Немножко про стихи Алексея Константиновича Толстого. Это был граф, писатель, поэт, драматург, член-код Петербургской академии наук. Один из групп, принявший коллективное имя Козьмы Бруткова, вместе с братьями Жемчужниковой. Он написал, Чайковский написал на его стихи 12 романсов. Этот романс, кто был ранее весной, исполняет Адольф Зоозёров. Концертмейстер, художник, руководитель коллектива, заслуженный артист России Ольга Жабровская. Ой. Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 ПЕСНЯ 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 звучит романс гираж автор его татьяна она же графиния толстая русский композитор и поэтесса автор и исполнитель за множество популярных романцах автор слов и татьяна пусть этот сон червучий и странный неравной изгучит пусть отлетит как ты прошел лишь давно среди ночной таинственной тишины да этот сон странный странный и даже этот сон червучий и странный 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 неравной избыток тяну и путь этот мит прочистит возврат и удушит славительные Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Лишь только подснежник распустится взор Лишь только приблизятся первые грозы На белых стволах появляется сон То плачут березы, то плачут березы Как часто пленея от ясного дня И я брел по лугам и весенним протокам И родина сведра поют от меня Березовый сокок, березовый сокок Где эти туманы родной страны И ветви берез, что на западе любви Сюда мы с тобой непременно должны Обратно вернуться, обратно вернуться Открой нам очистенно просторы свои Заветные чащи от кроли и народа Березовый сокок, березовый сокок И так же, как в детстве Березовый сокок, березовый сокок Березовый сокок Анатолий Нориков На стихи Николая Перетонова Когда идешь ты на свидание Тоже хорошо знакома песня, которую сделал Георгий Павловский Да, и мужчинам посвящаю А то я женщинам больше посвящаю Я готов Когда идешь ты на свидание То выбирай, короче, путь В своей любимой знак внимания Светов дорвать не позабудь Светов нарвать не позабудь Пускай они не будут розами Пускай они росли в лугах Дождями пахнут, вахнут грозами Цветы свежих в твоих руках Цветы свежих в твоих руках Твои сомнения развеются Когда подаришь ей букет И можешь ты вполне надеяться На положительный ответ На положительный ответ Матвеев Помнишь ли меня, мой свет Эта песня ведет свою историю Аж с 18 века Исполняет Ольга Хокина 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 Ах, ну, не шла меня. Ай, мой свет, твой листок, твой. Сейчас прозвучит популярный романс «Дочь Светлана». Ночь света, над рекой тихо светит труба. И блестит серебро голубая нога. В теплых местах тиши, из рук и ветвей. В теплых местах тиши, и поют соловей. Ай, мой, о свиньи голубые цветы. В теплых местах тиши, в теплых местах тиши. В теплых местах тиши, в теплых местах тиши. В теплых местах тиши, в теплых местах тиши. В теплых местах тиши, в теплых местах тиши, в теплых местах тиши. Аплодисменты 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 Мы только знакомы. И Александр Таргамышский. Чарует меня. Чарует. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. ПЕСНЯ 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 Вальс Мюзетты из оперы «Джакомо Кучини» «Богема» Звучит в районе исполнения. ПЕСНЯ 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 Впервые увидел и услышал Берс, запомнился ему, как один из самых прекрасных в его жизни. Но стихотворение он написал лишь через 11 лет. Что же вдохновило тонко чувствующего поэта написать эти проникновенные строки, где каждое слово, исполненное реальным смыслом, подкреплено действительным событием. События, потрясшие две известные семьи Берс и графов Толсты. События, повлекшие участников совсем по иному жизненному пути, нежели ему хотелось. Из дневников Льва Толстого и Софьи, его жены, мы узнаем, что старший брат Льва Николаевича, Сергей Толстой, однажды в гостях семейства Берс, очаровался подростком Таней, уснувшей на стуле и с некрасиво раскрытым ротиком, подростком, полным грацией и сияния юности. Таня, не желающая расставаться с сестрой, будет часто, очень часто видеть светского красавца, обходительного кавалера, крепкого помещика, графа Сергея Толстого. И было предложение руки и сердца, и были радостные волнения в семействе Берс, но счастливое окончание ухаживания Льва за Софьей в брак, любящий сердец, не было припасено судьбой для Тани. Одной сестре досталось семейное счастье, другой – пиковый туз, удар судьбы. Сергей был связан многолетней и совместной жизнью и детьми с цыганкой Машей, Машей Шишкиной, волшебницей романса, очаровывающей грацией нежных рук и блеском глаз. Старший брат Льва Николаевича Толстого, Сергей, слишком гордый, чтобы служить, посвятивший свою жизнь коньяконе, заводу и имению, выкупил из цыганского хора солистку Машу Шишкину. За сладкие песни, за чудесный голос полюбил он ее и сам певал. Был знаток обожателя романса, но пропасть пролегла между ними сословная, культурная, и не было между ними иного понимания, кроме музыки. А очарование романса, как и морок, иногда сходит. И пришли они к зрелому возрасту чужими людьми, чужими во всем. И дети их не могли быть счастливы из-за двусмысленности своего положения. И никакое образование и воспитание не помогло этим детям ни найти свое семейное счастье, ни положение в обществе, ни даже личное равновесие души. Горька судьба дворянина мужа и цыганки жены, горька судьба их детей. В юные годы сгорая от страсти, Сергей выкупил Машу из табора, за золото, мешки золота, доходящие ей до пояса. Однако прожив с ней около 16 лет, и имея от нее трех живых детей, Сергей Николаевич ни на минуту не считал Машу своей настоящей женой. И влюбившись, и потеряв голову, начал ухаживать за Таней Берс с чистой совестью. Хотел жениться и оттягивал срок женитьбы на год, полагая за год уладить своей проблемой. Но мать Маши написала прошение на высочайшее имя, и Сергей был вынужден оформить отношения с Машей, жениться, усыновить своих детей, потерять свою настоящую любовь. Таня Берс навсегда. Страшно было открытие Танни, страшна была ее реакция. Она пыталась отравиться, ее еле спасли. Но более года она была инвалидом, кашляла кровью, выхаживали Таню по ее желанию в семействе друзей ее родителей. Там Таню и увидел однажды Афанасий Ферн. Бледная, несчастная в слезах, Таня решилась петь. Не только в темноте, чтобы слушатели не видели, как она подурнела во время болезни. И вот до ночи зазвучал ее голос, больной любовью и глазом рока. Прошло время, молодость взяла свое. Таня оправилась и в 21 год вышла замуж. И уже могла более спокойно реагировать на приезды Сергея в Ясных Поляну, где и Таня была частым гостем. И скорее Сергей Николаевич, а не Татьяна, теперь уже Кузьминская, испытывал тоску и обреченность, ощущение жизни, пошедшей не по тому пути, когда все уже бесцельно и нет твердой почвы под ногами. Вот этот роман, эти стихи, и написал Афанасий Ферн. Тебя любить, обнять и плакать над тобой, воспоминания пения Тани Берс в темноте. Ну, исполняет Атольф Зазенов, извините за долгий рассказ. Дорогие друзья, не влюбляйтесь в голос. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я молча, я всегда со мной, Но я не замечала. Как ниже ты, милая, Спокойно я оставалась, Ты сердце мне открыл, А я в ответ смеялась. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Расстались мы тогда, Ты потерял терпение, Скрывала, как могла. Я боль и сожаленья, Нет, это всё. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. 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 Не надо ничего, Зачем опять свидание? Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Нет, я так сломала, Жизнь вовсе не орла. Саппозиция Леон Гриб Валеро. В переводе Корчаковой. Саппозиция Леон Гриб Валеро. 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 15 апреля. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.